МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Друзья, программа «Жангакун» продолжается. И у нас сегодня в гостях актер театра и кино телеведущий Евгений Жуманов. Евгений, доброе утро. Доброе утро. Наш коллега по программе «Жангакун». Настолько удивительно сидеть здесь в кресле в роли опрашиваемого, причем замечательными моими коллегами. Интересный вопрос. Как начинается ваше утро, когда вы не ведете программу «Жангакун»? Ну, это будет, наверное, пропаганда нездорового образа жизни. Это крепкий кофе и сигареты, как правило. Нет, Жень, ну это нелогично. Наоборот, многие в 50 уже чувствуют какие-то, так сказать, неполадки в собственном теле, начинают о себе больше заботиться, прекращают пить, курить, садятся на диету. Почему у вас какой-то фатализм такой, фатальное отношение к себе? Не то чтобы фатализм, у меня просто свое к этому отношение. Просто я не вижу смысла умирать здоровым. Кто не курит и не пьет, тот здоровенький помрет. То есть я когда буду умирать, я буду насквозь больной. А если я буду здоровый, зачем умирать? Я не вижу смысла здоровым умирать. Поэтому я за здоровьем за своим не слежу. И говорю, отношусь к собственному здоровью. Да и к себе, собственно, бестрепетно. Евгений, мы знаем, что вы родом из Павлодара. Вы работали в Павлодарском театре. Имени Чехова. Да, Уральском театре. Имени Островского. Вообще, как вы попали вот в эту сферу, в сферу телевидения? Как вы пришли? Вы знаете, я за 25 лет, сколько я алма-атинец, я уже столько интервью по этому поводу надавал, что может, наверное, кто-нибудь уже по моей биографии диссертации защищать. Я попал в профессию, я не скажу, случайно. Но я был взят с улицы в профессиональную труппу, в Павлодарскую. Просто случилось так, что в Дворце пионеров и школьников города Павлодара была достаточно сильная театральная студия. И вел эту театральную студию, на мое счастье, директор нашего областного театра имени Чехова города Павлодара. И он, заметив меня на самодеятельной сцене, сделал мне предложение, как классика гласит, да, кинематограф мировой, сделал мне предложение, от которого я не смог отказаться. Евгений, а кто вы по образованию? По образованию с прошлого года театральный режиссер-постановщик. Я в прошлом году получил свое первое высшее образование, сделал себе подарок к 50-летию, получил диплом о высшем образовании. До этого образования у меня была средняя школа номер 4 города Павлодара. То есть в актерскую карьеру вы пришли совершенно случайно? С улицы. Вы ничего не заканчивали? Нет, меня просто директор взял за руку, который ввел меня в самодеятельности, собрал в театре имени Чехова так называемый худсовет, художественный совет. Я на собственное удивление, что-то там запинаясь и заикаясь, им прочитал, и меня с улицы практически взяли в профессиональную труппу. То есть можно сказать самородок в прямом смысле этого слова? Наверное, можно так сказать. И плохо достен тот актер, особенно мужского пола, насколько я знаю, который не мечтает быть режиссером. И вот вы тоже театральный режиссер. Когда будем ждать от вас премьеры? Ну, премьеры мои проходят уже тихо-тихо, мало-мало. У меня в прошлом году, ну, во-первых, я поставил дипломный спектакль в прошлом году. Это была одна актовая короткая пьеса, комедия известного итальянского драматурга, лауреата Нобелевской премии. Я очень люблю лауреатов Нобелевских премий. Альбер Камю, Дарио Фо. У него есть одна актовая пьеса, называется «Свободная пара». Я до этого во многих интервью говорил о том, что... До этого у меня был вот моноспектакль по Камю, когда я два часа выхожу и исповедуюсь перед зрителем. Осуществил я эту мечту, а после этого меня спрашивали, а что же после этого? То есть, ну, довольно сложно после моноспектакля, тем более после вот этой экзистенциальной французской философии, что-то еще мечтать. Я всем говорил, я мечтаю сыграть женщину. Да, кстати. Вот. И вот в этой постановке я выступил как режиссер и как исполнитель главной роли. А главная роль там женская. Антония. Я играл вот эту Антонию. Как получилось? А моя партнерша Ирина Арнаутова, она играла моего мужа. Вот. Вам пришлось брить бороду? Нет, я не брил бороду. Ничего такого не было, вот что вы знаете... Возили маску. Нет, я не одевал маску, я не делал грим. Не было ничего такого, что происходило, скажем, с Дастином Хоффманом в Туцци. Ничего такого не было. И мы выходили на сцену в собственных... То есть я выходил в мужской роли, Ирина выходила в женской. Мы устраивали на сцене скандал из-за того, что я все время забываю текст и опаздываю на реплики на свои выхода. Ира закатывала истерику и пыталась покинуть сцену. И я ей в качестве эксперимента предлагал, ну давай поменяемся местами. Люди пришли, билеты куплены. Сделаем такой эксперимент. И мы прямо на сцене при зрителе переоделись. Я в женское платье, Ира в мужское. И я, вот как вы меня видите, с бородой. Я вот так играл женщину. То характерно, что на финальном монологе, что мне понравилось. То есть я даже и с бородой добился этого. Я когда читал финальный монолог, женский, мужчина, я читал женский монолог, женщины в зале заплакали. Как ни жаль прерывать нам эту беседу, мы обязательно вернемся к Евгению после сюжета. Друзья, программа «Жангакун» и у нас сегодня в гостях Евгений Жуманов. Евгений, давайте вернемся в 90-е годы. Сериал «Перекресток». Это вообще был один из первых казахстанских телесериалов. И многие казахстанские зрители, я думаю, знают вас благодаря этому сериалу. 95-й год. 95-й год. С 95-го по 2000-й год. 5 лет эфира, 564 серии. Ух ты, вы даже помните. Да, это такой своего рода рекорд и прецедент. Что вы еще помните? Вообще, как проходили съемки? Все-таки первый казахстанский сериал. Съемки проходили замечательно. Вы знаете, я в этом отношении человек избалованный, потому что проект английский, запускали его англичане. И приехали учить, то есть обучать вот у нас технологии, что такое производство линейной мыльной оперы. Линейная, то есть я объясняю понятие, что это такое. Пишется, снимается, показывается. Пишется, снимается, показывается. И, соответственно, сюжет может поменяться в любой момент. Да, да, да. Мы сами не знали, чем эта история закончится. И что она вообще растянется на 5 лет. Англичане должны были снять 13 пробных серий. Все должны были получить сертификаты о том, что они теперь дипломированные мыльнотворцы. Но англичане уехали, и мы протянули целых 5 лет. То есть это было здорово. Это было очень и очень здорово. Вопрос такой, а что вам больше всего нравится? Сниматься, вести, снимать? Театр, безусловно. Театр. Безусловно, театр. Театр на кроме. Многие театральные актеры говорят, что театр это дом, а кино... Это просто прийти в гости. С казахстанским кино у меня любви не случилось. Не знаю по чьей вине, но не случилось. Я буквально на пальцах одной руки могу перечислить картины, в которых я снялся, действительно в кино. А работу на телевидении я люблю давно. И с удовольствием работаю с вами в качестве ведущего на этой же программе. Какие-то проекты другие возникают. Я всегда с удовольствием откликаюсь, потому что работать... Стоять у микрофона, тон студии, озвучка фильмов, дубляжная работа. Я вообще свою работу очень-очень-очень люблю. Поэтому тут вот... Но все-таки, основное все-таки, я позиционирую себя изначально все-таки как актер театральный. Ну что ж, мы раскрыли вас как человека, который плывет по течению. Я не думаю, Аленушка, что вам удалось раскрыть меня как человека. Ну, по крайней мере, выяснили... Мы увидели только верхушку айсберга. Точно. Но верхушка айсберга показалась мне такой спокойной человек, который плывет по течению. Благополучный. Только не говорите этого слова. Я вас умоляю. Я далеко не благополучный. Евгений, спасибо огромное, что вы пришли к нам в студию. Спасибо вам за интересную беседу. Ну и, наверное, как вы и сами знаете, что настало время утренних пожеланий. Я даже знаю, в какую сторону повернуться. Пожалуйста. Уважаемые телезрители, всех с добрым утром, чтобы оно действительно было добрым. И, пожалуйста, почаще улыбайтесь. Есть такая актерская методика, называется... Мы, собственно, говорили об этом уже неоднократно. Называется «от внешнего к внутреннему». Натяните улыбку на лицо и несколько минут подержите. Буквально пару минут. И у вас внутри обязательно станет теплее, гораздо теплее. Потому что очень много негатива сейчас льется с экрана телевизора. Агрессии, негатива и вообще всевозможной пошлости и дряни. Так вот, смотрите, пожалуйста, людей на экране, тех, которых улыбаются. Вот Аленушку, нас с ребятами. Вот мы все время улыбаемся. Смотрите позитивные программы и будьте позитивны друг для друга. Любви мало, ребята. Побольше любви. Спасибо огромное. Спасибо огромное, Евгений. Вы как никто причастны к тому, чтобы нести позитив с экранов.